Добрый вечер, в прямом эфире программа Гордон. Сегодня мой гость, народный депутат Украины Сергей Лещенко. Сережа, добрый вечер, рад. У вас всегда очень много яркой и зачастую сенсационной информации. Откуда вы ее берете? Кто источники? Это последствия того, что я был журналистом, конечно же. У меня людей, с которыми я общался за эти 15 лет, очень много. Но вы это знаете лучше меня, потому что вы сами журналистом были, остаетесь, продолжаете быть. Вы знаете, что журналист – это профессия, это не профессия, это способ прожить жизнь, очень интересный образ жизни. И вы имеете очень много связей, контактов. Чем больше вы работаете, тем больше у вас этих связей и контактов с людьми, которые хотят сами чем-то поделиться или, например, предотвратить какую-то схему. Они очень активно всегда пытаются найти контакты с журналистами, есть люди активные. И вот мои старые связи до сих пор дают о себе знать. В то же время, став депутатом, я сказал бы, что число людей, с которыми я общаюсь, выросло в разы, в десятки раз. И эти люди, они очень часто неравнодушны. Они рассказывают, просят помочь или просят что-то предотвратить, понимая, куда это может привести. Самая яркая сенсация, которой вы поделились с людьми, какая была? Ну, вы знаете, это в качестве кого? Журналиста или депутата? В качестве журналиста или депутата, да? Ну, будучи журналистом, мне кажется, одно из последних уже громких дел, это была вся история Межгорье Януковича. Как он, по сути, за украденные деньги построил свой кусочек такого рая, знаете. Страна жила в нищете, а он упивался деньгами, которые были украдены у наших граждан. И вся эта история, не просто, знаете, есть Межгорье и все, с документами показать, как оно было потеряно. Это же была государственная собственность. Как оно попало в руки людей, которые просто были временными для того, чтобы отмыть эту сделку. Потом, как оно перешло на структуру Януковича, как оно было оформлено. А потом, это все, когда я был журналистом, я об этом писал без, знаете, какой-то задней мысли. А когда Янукович сбежал, это первый месяц, в марте, у меня был допрос, несколько часов, и я эти все документы передавал в генпрокуратуру. Я свидетель по этому делу, в частности, по завладению Януковича Межгорье. И документы, которые тогда я собирал как журналист, они были переданы уже как следственные материалы. И на основе этих материалов были предъявлены обвинения и соратникам Януковича, и самому Януковичу. То есть, конечно, тогда никто не мог предположить, что это обернется такими последствиями. И для любого журналиста это, наверное, большое признание, что его материалы ложатся в основу уже уголовного производства. А когда стали депутатом? А депутатом уже будучи, тут, знаете, каждый день какая-то сенсация появляется. В любом случае, я скажу, депутат все-таки более информирован, чем журналист. Сравнивая и то, и другое, просто в силу того, что круг знакомства больше. Потому что люди сами инициативно уже идут к депутату. Когда журналист, он должен искать источник, то к депутату люди сами стучатся. И сейчас, когда мы с вами живем в эту эпоху социальных сетей, не нужно никуда идти, а можно просто написать сообщение в Фейсбук. И такая папка, входящая в Фейсбуке, у меня заполнена разнообразными сообщениями на эту тему. Вы автор книги «Американская сага» Павла Лазаренко. Кто предоставил для нее материалы? Американцы? Это вообще история несложная. Потому что в Америке уголовный процесс, если он заканчивается приговором, то потом все материалы лежат в суде. И любой человек, который имеет возможность посетить Америку и есть свободное время, может прийти в суд это изучать. Это было еще у меня, кажется, в 2011, а потом в 2013 году второй заход на эту историю. Я был как журналист в Калифорнии и имел возможность просто ходить в суд. К сожалению, настолько огромный материал, что я на первом этапе просто сфотографировал. Я даже не анализировал, а просто тупо 3000 страниц документов фотографировал. Потом уже приехал в Украину и их сортировал. Конечно, сейчас многим зрителям фамилия Лазаренко ни о чем не говорит. На самом деле, это украинский премьер-министр, осужденный в Америке, не в Украине. К 8 годам тюрьмы, за коррупционные действия. В Украине ни один коррупционер не сидит, наш отечественный. А в Америке посадили. Более того, сама его история, она драматичная, потому что он покидал Украину, был уверен, что скоро очень вернется. А жизнь его... Ну, у него даже был не паспорт, а документ для путешествия. Он гражданство не получил, панамское. Это была такая схема, когда можно было в те годы получить панамский документ для путешествий, положив около 100 тысяч долларов на депозит на 5 лет в Панаме. И он это сделал, потому что в те времена, конечно, никого без визы не было. Более того, везде были визы отдельные, не было еще шенгена. И чтобы постоянно не ездить за рубеж, а ему нужно было ездить проверять свои счета, он решил ездить по паспорту, который позволяет не привлекать внимания. И он этот паспорт в Панаме оформил со своим партнером Кириченко. И ездил, в том числе в Швейцарию, проверять, как поступают деньги на счет. Тогда же не было такой, знаете, электронной почты, не было интернет-банкинга. И все поступления он знал, от кого должен какой откат прийти, нужно было проверять вручную. Это делал ли его помощник, или он сам. Вот когда в один из таких визитов из Европы в Швейцарию он поехал, его прямо на границе в Базере задержали с этим паспортом, потому что он уже был в тот момент под следствием Швейцарии. Его тогда посадили в изолятор на 10 дней, он сперва ничего вообще не комментировал, ушел в непонятку. А потом через 10 дней понял, что так просто это дело не закончится, и дал какие-то показания, подписал бумагу, что вернется на суд в Швейцарию, вернулся в Украину, дал свою известную пресс-конференцию тогда в Украине, сказал такую цитату, я помню, тогда мне повезло, я еще был студентом, но попал на эту пресс-конференцию, сказал, я, к сожалению, не ангел, это, к сожалению, правда, это слова Лазаренко. И после этого он побыл в Украине месяц и сбежал уже в Америку через Грецию. И когда он сбегал в Америку, он был уверен, что будет или как минимум жить на широкую ногу, у него там уже была вилла, у него там была семья, у него были счета. За 7 миллионов долларов, да, купил? За 7 миллионов 450 тысяч. Налички, да? Ну, это были не наличные, это перевод денежный, просто это был, имея в виду наличка в том плане, что не нужно было брать ему кредит, в Америке, что покупается в кредит, а у него были деньги на счету. Комика какого-то, да, американского купила? Эдди Мерфи, что ли? Нет, этот дом был в аренде у Эдди Мерфи, когда он снимался в каком-то фильме. А дом принадлежал какой-то структуре коммерческой, то есть он был на продаже просто. И вот Лазаренко, когда сбежал в Америку, он был уверен, что если проблемы будут, то очень быстро он их решит, а так, в принципе, не рассчитывал на какие-то проблемы. Семья там, вилла там, деньги в надежных счетах, там Антива, там Багамы. И представляете, он пролетает в аэропорт, и при прохождении границы он запаниковал и понял, что что-то пошло не так, попросил убежище. И когда попросил убежище, его поместили в тюрьму для эмигрантов, но он думал, что скоро выйдет. А в это время уже в Калифорнии пришло сообщение, что его нельзя выпускать. Он уже под следствием находился длительное время в разработке в Калифорнии, и начался этот процесс. И он до сих пор, даже, знаете, год проведя в этой изоляции, верил, что он выйдет. Он продолжал слать деньги на партию, продолжал финансировать газету, продолжал там угрожать и шантажировать. А на самом деле у него только все закрутилось. Его деньги здесь... И вот прошло сейчас, знаете, это в 99-м году арестовали, 18 лет прошло, а он так и не вернулся. Все деньги, которые были, они до сих пор арестованы, которые были найдены. А которые не найдены, его товарищи поделили, наверное. Найдено 250 миллионов американским правосудиям на счетах в острове Гернце, Антигуа и страны Балтии. Три юрисдикции. И они до сих пор предмет гражданского иска. Лазаренко перед теми, кто пришел после него, ребенок, вообще кажется, сегодня... Ну, по размеру... Методология та же самая, она ведь не поменялась. То есть ты работаешь чиновником, у тебя есть возможность распределять или материальное благо, там, государственное предприятие, или возможность поменять закон, или лично там поставить свою фирму на какой-то поток. Получаешь с этого половину, живешь, прячешь деньги в офшоры. То же самое ведь сейчас. Мартыненко ведь, это тот же самый Лазаренко. Просто на Лазаренко, знаете, даже европейская финансовая система потренировалась, потому что Лазаренко жил в уникальной времена, когда были кодированные счета. То есть, когда переводился деньги, шли не на счет там Лазаренко, Павлович, а там был КПРО-53, или Орфин счет. И просто какая-то там комбинация букв или цифр, и все. И никто не знал в банке на чей-то счет. Где-то далеко в сейфе лежал там формуляр, где было указано, что это его фамилия. А так, в принципе, все было скрыто. Мартыненко же действовал по такой же схеме. Тоже шли деньги на его панамскую фирму, и откаты за энергетом там аккумулировались. Но за 20 лет все поменялось. И, конечно же, когда началось следствие в Швейцарии, то очень быстро установили, что это фирма Мартыненко. То есть, ментальность украинских коррупционеров, я назовем их старых политиков, она не поменялась. А поменялись объемы. Конечно, Лазаренко крал, скажем так, меньше, чем те, кто пришли после него. И это понятно, потому что экономика эта развивалась, и, соответственно, сейчас больше экономики можно было больше украсть. Поэтому те, кто пришли после него, они украли. А Янукович крал, наверное, сравнительно с Лазаренко раз в 10 больше. – На Майдане вы не были. Почему? – Я не был на Майдане в феврале, но я был в декабре на Майдане. Я в 2013 году, еще весной 2013 года, когда не было никакого ни Майдана, ничего, я получил возможность присутствовать в США на программе, которая называется «Имени президента Рейгана и конгрессмена Фассела». Это стажировка своеобразная в фонде поддержки демократии, который финансируется Госдепартаментом. И уехал я вообще в конце сентября, тоже никакого Майдана не было в помине. – И близко, да. – И, соответственно, когда ты уезжаешь, ты берешь какие-то обязательства на себя, подписываешь бумаги. То есть это не туризм. И, соответственно, когда ты переезжаешь, ты должен работать над своим проектом, над информацией, которую тебе предоставляют в этой организации. Поэтому, когда я уезжал, во-первых, я подавался, когда был вообще 12-й год, уехал в 13-м, в сентябре, и начался Майдан, я в декабре вернулся. И весь декабрь был в Киеве. Потом мне нужно было возвращаться, потому что были мои обязательства, которые были закреплены даже письменно, что я должен 5 месяцев там у них пробыть. – Что вас объединяет со Светланой Заличук и Мустафой Найемом? – Мы, я считаю, являемся теми людьми, которые не предали идеалы, пафосные идеалы Майдана в блоке Порошенко. Потому что мы когда шли, мы ведь не обещали, что мы будем покрывать коррупцию. Мы продолжаем делать то, что мы обещали. Менять политику изнутри, вскрывать эти гнойники и делать все возможное, чтобы, если не в этом парламенте, то в следующем появилось новое поколение политиков, которые будут менять нашу страну. – Делайте цивилизованным европейским обществом, где права человека будут уважаться, где будет рыночная экономика и не будет коррупции, не будет олигархии. Конечно же, когда нас брали, расчет был такой, что мы их нейтрализуем таким образом, размажем, расплавим, растворим в блоке Порошенко и в принципе создадим комфортную зону для себя. Но мы же такого не обещали, правильно? Мы то, что обещали, мы то продолжаем делать. Поэтому я считаю, что нас троих объединяет это обещание менять страну, даже если это противоречит планам людей, которые своим именем назвали блок в худших традициях 90-х годов. – Но я не сомневаюсь, что после победы Майдана у вас было много предложений от разных партий. – Нет, у нас это не был трансферный рынок, вы знаете, мы не ходили как… Точнее, к нам не приходили там из разных, мы ходили и смотрели. – Вы ходили? – Да, конечно, мы были минимум в четырех партиях и пытались понять температуру. – Но где были? – Но мы не можем это обзлажать, потому что все-таки это конфиденциальный разговор. – То есть вы сами ходили? – Мы встречались с разными политическими лидерами, пытались понять, что у них в голове, какие у них планы. И исходя из той ситуации, понимая, какой кредит доверия был у действующего президента, было понятно, что он является мотором, локомотивом, который может тянуть ситуацию вперед, менять страну, потому что у него есть мандат, 55% поддержки. Но спустя три года, не только ведь я, а вся страна в этом убедилась, что кредит доверия был просто растрачен на то, чтобы уже будучи президентом, обогащать себя, используя политику. И вот этот конфликт интересов у Порошенко, он хочет быть номер один в списке Форбс как олигарх или исторический деятель, который получит в учебнике истории целую главу беспрецедентных реформ, он для себя конфликт интересов не решил. К сожалению, его тянет его прошлое, его тянет привычка использовать политику для собственного кармана. А эта привычка идет еще из 90-х, потому что Порошенко, как и Тимошенко, как и другие люди из 90-х. В первый раз он избрался в 98-м году по округу Винницкой области с перевесом в 58 голосов. Но вы ожесточенно критикуете президента и ваших коллег по фракции. Почему? Потому что от президента зависит очень... Это корпоративная солидарность, в конце концов. Я вам в предыдущем ответе рассказывал, что обещание, которое мы давали, это же не Сицилия, где здесь кровь расписывается в верности Дону Корлеона. Мы приносим присягу украинскому народу. И нас, как говорил Ющенко, помните, я кого-то там подобрал на мусорнике. Нас же на мусорнике не подбирали. Мы на момент, когда мы избирались, были журналистами, успешными. У нас было международное признание. И на тот момент, я уже говорил, по моим расследованиям были несколько подозрений в уголовном деле против Януковича, его окружение предъявлено и так дальше. В этой среде мы себя ведем так, как нам люди наказали вести себя. Они нам наказали менять ситуацию, менять политику изнутри. Они нам не говорили раствориться и стать обычной серой массой традиционного украинского коррумпированного болота. Почему президент? Потому что он является чрезвычайно важным фактором изменений. Когда мы говорим, например, о борьбе с коррупцией, как в очень важном блоке, то для того, чтобы побороть коррупцию, необходимо три составляющих. Первый ингредиент – это гражданское общество, которое должно заставлять политиков бороться с коррупцией, которое верит, что с коррупцией Украины никогда не будет успешно. И оно, кстати, право. Нет в мире примеров успешных коррумпированных стран. Этот ингредиент созрел полностью. Второй ингредиент – это институции. Независимо от того, кто президент, кто придет, кто уйдет, чтобы институции работали. Прокуратура, суды и так далее. Назовем это антикоррупционное бюро, специализированная прокуратура, антикоррупционный суд. Вот здесь у нас ингредиент частично дозрел, а третий ингредиент – политическая воля президента. Без него бороться с коррупцией практически невозможно, потому что его аппетиты и интересы, они могут служить или во благо страны, или во благо кармана. И даже вот в Румынии, когда вспоминают румынский прецедент, в Румынии ведь очень интересный процесс. Мы когда-то над Румынией смеялись, что такие там румынные, они вообще забитые европейцы какие-то, где-то непонятно живут. Сейчас Румыния у всех на уставках, например, борьбы с коррупцией на самом высоком уровне. И это прошло только после того, когда их президент Басеску отпустил ситуацию, сказал, я не буду вмешиваться, я даю вам карт-бланш. И в итоге даже он пострадал, потому что его брата посадили в тюрьму. Но его политическая воля дала толчок этим трансформациям во всем обществе. Хорошо, вам ваши коллеги по фракции не подходят, не говорят, ребята, что вы делаете, ну вы же нормальные люди, ну вы же все одна команда. Сейчас уже махнули рукой, даже, как бы, тут такая интересная ситуация, находясь, они же нас из фракции не хотят исключать, понимая, что мы получаем свободу. Да, они нас таким образом как бы держат, но, например, из противного чата исключили. То есть там чего они обсуждают, внутри это теперь обсуждают они между собой, и нас в этом противном чате нет. По сути, как бы уже квази-исключение произошло. Это их, это смешно, потому что это ни на что не влияет. Люди из 90-х. Я думаю, даже в 90-х были люди с определенными моральными ограничениями. Да. Вы знаете, в 90-х это поколение людей, которые все-таки, да, советская школа, в ней есть много за что критиковать, но в ней были какие-то моральные барьеры. Многие те, кто из 90-х, они что-то строили, и потом то, что они строили, они уже как-то не могли это разрушить или украсть, или распилить. Продать только могли. Это люди, скорее, вот такой какой-то дикий капитализм на стыке 90-х и 2000-х, когда у них нет исторической памяти, они ничего не построили. Как кто-то говорит, собачьи гудки не построили. Потому что, а что они построили? Они что, фабрику Карла Маркса построили? Или Ленкузню они, может быть, построили? Это советское имущество, которое они путем, использование разнообразных схем, просто получили в частную собственность. И из этих аппетитов, из этой практики, из этих традиций, просто уже продолжили заниматься коммерцией на политике. Использовать мандат на преференции, на потоки, на смотрящих и так далее. Ну, украинский парламент, я свое мнение высказываю, просто отвратен. Вам не хотелось просто хлопнуть дверью, уйти, сказать «good bye». Не то, что они говорят, это ежедневный инстинкт, позыв. Но это же проще всего, понимаете? А чего ты добиваешься в итоге? То есть ты получаешь просто определенный душевный комфорт. Ну, чтобы не говорили, а да ты такой же, как они. Нет, ну это поиск за комфортом. Если хочешь быть в комфортной среде, очень хорошо быть журналистом. Вот сравнивать две сферы, я вам скажу. Журналист – это человек обласканный, публика. Человек, у которого есть завершенность его действий. Вот вы пишете статью. Может, даже вы закончили писать в час ночи, но вы ее дописали. Если вы это в интернете опубликовали. Если в газете наутро опубликовали. И у вас есть конечный продукт. И у вас есть внутренняя сатисфакция. И у вас есть люди, которые вам хлопают в фейсбуке, читатели на улицах. А политик, ты можешь десятилетиями что-то делать, строить годами. И не в конце нет гарантии, что ты этого добьешься. Поэтому это намного более дискомфортная сфера деятельности. Если, конечно, ты не мотивирован личным обогащением. Потому что если у тебя есть какой-то там свечной заводик, построенный на своих связях политических, то у тебя постоянно что-то капает оттуда. А так, это дикий дискомфорт. Потому что с тебя требуют. Никто же, вот я был недавно в Кировограде, и потом поехали в Александрию. И я даже, знаете, с людьми общаюсь. И он, пенсионер, на встрече в Александрии, говорит. Вы знаете, в жизни пенсионеров в вашей приходной классе наступил кошмар. Без мата и стакана невозможно дальше жить. Он адресует это мне. Я говорю, я понимаю вашу боль, потому что перед вами депутат. Вы же не будете там вникать. Как я голосую? Кого я критикую? Кого я поддерживаю? И вы правы, потому что нам дан был мандат, и мы все отвечаем. Независимо от того, за что мы, скажем так, выступаем внутри стен парламента. Но это очень дискомфортно. Вот такие слова слышать. Хотя, честно, много слов поддержки есть. Потому что я в какой-то момент перешел, скажем, в сферу поддержки малого-среднего бизнеса от наездов правоохранительных органов. У меня за последние полгода, например, целая пачка жалоб на СБУ. Наезды СБУ, на бизнес, на IT-компании, на торговые компании, на трейдеров сжиженного газа, на спиртовых импортеров. СБУ стала каким-то таким главным душителем бизнеса в стране. Причем это происходит в условиях, когда СБУ есть чем заниматься. Если бы у нас там была тише гладь на границе, ну, может быть, от безделия им нужно было осуществлять наезды на фирмы, где 7 человек. У меня есть история. В Полтавской области пришли предприниматели. Фирма 7 человек занимается продажей. Вдумайтесь, продажей на сине. То есть, этих... Семечек. Не семечек, а агропродукцию, чтобы выращивать. То есть, даже не промышленные масштабы, а просто для агрофирм. И гербициды. Вот на эту фирму наезд. Это хорошая фирма. Не, ну, 7 человек. Как же на нее не наехать? Наезд, маски-шоу, обыски. Мы этих людей позвали в парламент, провели брифинг, написали письма. После вмешательства начали отдавать, в итоге отдали 90%. Но 10% все равно не отдают. А это все равно? И говорят, или признавайте свою вину, или мы найдем, за что вас наказать уже по другой статье, которая вообще КСБ никакой последствий не имеет. Там другая фирма рассказывает, как было маски-шоу, пытались найти финансирование терроризма. В фирме работает 3 человека, занимаются продажей талонов на бензин и на смарт-карты. Вот, знаете, такое ощущение, что они, как Рубин Гуды, вышли на широкую дорогу, но только они потом это наворованное не раздают людям, а себе в карманы складывают. Кто из украинских политиков вам нравится? Есть такие? Ну, это будет, наверное... Кроме Мустафы и Светланы Зарешевой. Наверное, я бы сказал, тут вопрос не в нравиться, а в том, кто бы мог быть моральным авторитетом. Мы, к сожалению, одного из таких авторитетов потеряли в этом году. Это Гузер. Гузер был человеком, слово которого стоило дорогого. Сверстюк мы тоже... Знаете, начинаете оценить часто людей, когда их уже с нами нет. А что касается действующих, скажем, игроков, да, ну, то есть, некорректно просто давать оценку, потому что мы находимся в одном поле. Вы назвали Саакашвили великим человеком. Что общего у вас с Михаилом Саакашвили? Мы участники общего движения борьбы с коррупцией. Как, знаете, в чем преимущество и, наверное, в чем уникальность Саакашвили в том, что у него, в отличие от украинских деятелей, есть что показать, знаете. Наши-то рассказывают, что вот мы в Аруя будем строить еще и реформы проводить, и как бы нечего предъявить. А у Саакашвили, вот, пожалуйста, два часа на самолете Грузии, вы можете увидеть, как она изменилась. Я-то был в Грузии в день инаугурации Саакашвили в 2003 году, тогда как журналист, когда Ющенко тогда летал в качестве приглашенного. И был, например, в этом году. Даже спустя, несколько лет после ухода Саакашвили, изменя-то, никуда не делись, они продолжают, потому что институции начали работать. Это вот тот самый второй ингредиент, о котором я говорил. Независимо, кто при власти, если институция работает, то она будет работать на благо, независимо. И вот в этом, возможно, историческая миссия должна быть реформатора, что ты действуешь не во благо своего имени, а во благо того, что ты после себя оставишь. Поэтому, конечно, у него, его наличие в Украине, это на самом деле благо. Если бы его не рассматривали как личного конкурента, вот Порошенко видит в нем врага, потому что он его личный политический конкурент. И на Саакашвили нашли зацепку, это паспорт. Но это ведь не просто единичный случай, это системный подход администрации Порошенко для того, чтобы дискредитировать или закрыть рот, заткнуть глотки. Тем, кто его критикует. На Садового нашли мусорный скандал, Садового утопили в этой истории с мусором, его рейтинг существенно снизился. А ведь на самом деле таких историй с мусором полно по всей стране. Они просто решили из него сделать цаповид Бувайла для того, чтобы просто наказать за его независимую позицию. Саакашвили гражданство, Шабунин, это гранты. Со мной тоже потренировались на мне с квартирой. Ну, в принципе, в каком-то смысле для меня даже честь в этом списке быть. Потому что это показывает, что наши действия, они эффективны. Люди нам верят, и они, коррупционеры, видят. Наши слова, наши разоблачения, наши инициативы, законопроекты, они реально вредят коррупционерам. Они реально делают страну чище, и они делают украинскую экономику конкурентоспособной. Какое будущее у Михаила Саакашвили? В Украине у него есть, во всяком случае? Я думаю, что он вернется в Украину, конечно. То есть, по крайней мере, попытка возвращения будет предпринята. А в части его участия в политическом процессе, он, знаете, что он не может баллотироваться напрямую, но ни в парламент, ни в президенты, потому что у него термина проживания страны нет соответствующего. Но то, что он будет ассоциировать себя с этим большим антикоррупционным движением, в этом я сомнения никакого не имею. Потому что для него это личный вызов, личная амбиция. Его ведь, на самом деле, просто попытались утопить, уничтожить, закатать в каток, катком в асфальт. Он не из робкого десятка. Я думаю, он вернется, даст бой, и он будет активным участником большого движения по очищению страны от коррупции. Вы недавно заявили, что группировка Авакова, я цитирую, готовится к захвату власти. Что это значит? Ну, вы знаете, я не говорил, что она готовится. Я говорю, что такой риск всегда существует. Потому что готовится, это нужно, знаете, карты, схемы, понимание. Но группировка – это смело. А группировка – это очень простое объяснение. Есть силовой блок, это Киева, это Дейдей, люди, которые, скажем так, находятся в этом поле. Есть пиар-департамент, это Антон Герасченко. Есть бизнес-крыло, это Котвицкий, это браслет, такой авторитет по кличке Саша Браслет. Вот они образовывают собой единый такой клан, который на самом деле на сегодняшний день является по влиянию сопоставимый с кланом Порошенко. Вот эти два клана, клана, если уникальна, на самом деле уже как такового нет, потому что Мартыненко серьезные проблемы имеет. Хотя его схемы продолжают работать, и там те же прокладки, которые НАБУ разоблачают, они по-прежнему получают свою комиссию с продажей продукции госпредприятий, которые отдали Яценюку на прокормление после революции достоинства. Но его влияние исключительно меньше. А Аваков, он сегодня второй центр влияния в правительстве. Вот он как первый вице-премьер настоящий. Уже Кубин, он не вице-премьер, он там поручение посыльной администрации президента. А вот реальный центр влияния номер два в Кабмине – это Аваков. А кто сегодня его один из Украины вообще? Вы знаете, интересный вопрос, потому что у нас, с одной стороны, происходит попытка концентрации определенного ресурса в руках президента. И это ресурс, во-первых, силовой, во-вторых, медийный, в-третьих, коррупционный. То есть деньги, медиа и силовики – это три главных ингредиента для победы на выборах президента. А у нас уже подготовка к выборам идет. Уже идет? Ну, конечно, выборы будут в 19-м, компания начнется в 18-м, и сейчас тренировка или компания, игроки разминаются на футбольном поле. Уже идет подготовка, конечно, потому что выйти на старт в форме необходимая. Для того, чтобы выйти на старт компании, нужно зачистить, например, поле антикоррупционеров. Порошенко не глупый, он все хорошо понимает. Он понимает, что то, чем мы занимаемся, мы там конкретно, например, разоблачаем Мартынинг. Это понятно. Но есть более глобальный процесс. Мы меняем повестку дня в стране. Мы заставляем всю страну говорить о коррупции и о борьбе с коррупцией. То есть мы указываем, что коррупция – это зло. Борьба с коррупцией – это способ очищения страны. И если в такой повестке дня Украина, как государство, входит в избирательную кампанию, то Порошенко проиграет эту кампанию. Потому что у него каждый второй – это потенциальный клиент антикоррупционного бюро. Я уверен, что этот круг антикоррупционного движения определится с кандидатом в момент, когда для этого будет подходящее время. Сейчас кампания не идет, но в том, что такой кандидат будет, я в этом уверен. Так вот, то, что Порошенко понимает, он пытается повестку дня в стране, информационную рамку поменять, чтобы мы не обсуждали его коррупцию. И поэтому он запускает фальшивые темы. Поэтому он пытается, например, закрыть рот определенным социальным сетям. Он пытается атаковать айтишников, он пытается нападать на малосредний бизнес, который является опорой для всех протестных движений. Он пытается представить в глазах общества псевдопатриотам. Потому что патриот – это тот, кто не крадет ни из госпотоков, ни из госбюджета. А они хотят и этим заниматься, и рассказывать риторику о том, как они будут переименовывать улицы, менять местами праздники 8-9 мая, издавать такой, знаете, белый шум или какую-то дымовую завесу, которая будет представлять их в патриотическом свете, а на самом деле они будут дальше грабить. А мы с вами будем обсуждать по студиям и по кухням о том, как у нас нужно праздники переставить местами, или какой памятник снести, какую улицу переименовать. Это все псевдопатриотизм. Поэтому, возвращаясь к вопросу, длинную такую преамбулу. Кто руководит Украиной? Украина руководит, силовики, медиа и коррупционный ресурс в руках президента. Он пытается концентрировать. В то же время, то, что я вижу, например, недавно я был в Черновицкой области, в июле месяце. Вы знаете, такое ощущение, что эта область живет в какой-то другой Украине. То есть, у них, знаете, они как остров такой. У них связь с большой землей время-тремени бывает, когда самолет пролетает из Киева. А так, в принципе, у них уже половина, ну не половина, хорошо, треть области с румынскими паспортами. У них там уже свой смотрящий Бурбак. Он уже, в принципе, как Юра Янакиевский был, у Януковича за Донбассом следил. Тут Бурбак следит за своей вотчиной. У них там свои кланы контрабандистов. У них там свои силовики. У них там свои законы. Они как бы живут уже, знаете, и в Украине, и не в Украине. То есть, происходит... Опасная тенденция, правда? Тенденция не просто... Это не самоуправление, понимаете? Если бы это было самоуправление, когда они действуют в рамках закона украинского, когда у них просто больше полномочий, это одно, это позитивное благо. А у них просто, знаете, уже происходит такая сепаратизация коррупционных потоков, и они уже начинают жить по своим законам. Сепаратизация коррупционных потоков. Хорошо сказано. Да, и они обособленно вот так вот живут. Но это же не единственный пример или прецедент. То есть, они тоже руководят Украиной, правильно? Это к вопросу того, кто руководит Украина. Вот, к сожалению, вот в этих процессах происходят неконтролируемые явления, когда центральная власть, которая увлечена собственным обогащением, просто теряет из виду происходящее в регионах. Только потому, что они или отдали регион на откуп кому-то, ну, там, например, Черновицкая область, это Бурбаку, например, или они просто позволили им уже построить свою там квазикоррупционную республику и жить по своим законам. Сережа, поскольку вопросов у меня еще много, предлагаю полублиц такой. А у нас уже что, время подходит к концу? Ну, у нас еще 20 минут осталось, мне вот в наушниках говорят. Давайте закругляться тоже. Много ли олигархов, вот с кем вы общались? Я общался со всеми, кроме Фирташа. С Фирташем мне лично не привело. Кто самый интересный из всех, с кем общались? Ну, это такой вопрос, знаете, мы даем олигарху какую-то позитивную характеристику. Яркий или интересный. Я бы сказал так, что есть люди с мозгами, а есть просто люди, которые руководствуются просто инстинктами. Вот я бы их так разделил на две категории. Ну, с мозгами кто? С мозгами это Заба Пинчука и Григоришина, например. А с инстинктами это Ахметов и Суркис. По поводу Григоришина. Говорят о том, что вас содержит российский олигарх Константин Григоришин. Это так или нет? Это анекдот, которому уже и бороду можно подрезать. Уже не смешно. У нас только длинная. Это просто не смешно. Конечно, это неправда. Насколько я знаю, он там в своих интервью рассказывал про других политиков, которым он довольно серьезные деньги дал. Кого? Да, их можно просто почитать, посмотреть. А у нас отношения никогда не были построены ни на каких коммерческих или отношениях, где фигурируют деньги или какие-то обязательства. Но общаться, я с ним, конечно, общался, но и с другими людьми тоже общался. И могу сравнивать и понимать глубину понимания процессов. И инсайт, которым эти люди обладают, он для меня точно так же важен, чтобы понимать происходящее. Я видел видео в интернете о том, что вы являетесь клиентом Сбербанка России. И якобы получали даже деньги там. Это так или нет? Нет, конечно. Это был одноразовый платеж. Если вам интересно, могу даже показать после эфира выписку со счета. Потому что когда эта история была, я специально взял выписку со счета. Ну, я и не публиковал, чтобы лишний раз уже эту историю не поднимать. Но там четко видно, что все операции в этом банке у меня были проведены в один день. В один день были деньги положены и переведены на другой счет. То есть это было сделано с целью заплатить государственную пошлину. Комиссия банка была минимальная. То есть банк на мне ничего не заработал. А деньги заработал украинский пенсионный фонд. Потому что я делал платеж на счет пенсионного фонда. И украинские пенсионеры получили деньги. Поехали. Я знаю, что вы проходили стажировку в Соединенных Штатах Америки. Ну, даже я сам рассказывал. При этом вас называют то американским агентом, то российским. Чей вы агент на самом деле? Ну, я агент украинского общества. Это очевидно. Потому что я не представляю ни американские интересы, ни российские. Я работаю депутатом. И в своей деятельности я защищаю принципы, которые поменяют наше государство. У меня нет счетов в офшорных юрисдикциях. У меня нет смотрящих. Ведь смотрите, депутат это на самом деле должность. Вы уже видели по пленкам НАБУ, по разоглату полякому. Очень, в принципе, легко можно там уже получить. Кто-то получает 200 тысяч как разоглат, кто-то 7 тысяч как поляков. Но очень легко, да. У меня нет ни своей фирмы-прохватки, ни своего закона, который я внес в интересах какого-то олигарха. Ни своего где-то смотрящего на должности. Вы отсталый человек. Да, я бы сказал, скорее, может быть, старомодный. Или, наоборот, это, наверное, новая мода, которую мы пытаемся привить. Но это легко очень провести. Почему небезызвестный Пол Манафорт обвинил вас в шантаже? Это была спецоперация. Потому что мы сели с американским журналистом из Нью-Йорк Таймса. Просто он посмотрел мой ящик, как создавался фейковый аккаунт, используя один из ящиков, которым я давно не пользуюсь. Но он по-прежнему, я имею к нему доступ, но я уже давно письма с него не шлю. И вот он приходит, какой-то спам, знаете. Но там история каких-то взаимоотношений 15-летней давности. И вот мы нашли в папке в корзине или в папке глубокой какой-то входящих письма, как создавался летом прошлого года фейковый аккаунт, с которого потом кто-то слал Манафорту сообщения. Кто-то делал, я не могу говорить это кто, спецслужбы украинские, российские, но кто-то проделал это в спецоперации. Я давал пояснение ФБР по этому поводу, я им давал свою электронную почту, они могли там точно убедиться. Американским журналистам это показывал. Я с Манафортом в жизни не общался, никаких сообщений ему не стал, ни его дочери, ни его членам семьи, никогда с ними не знаком. Видел в жизни два раза. Один раз, когда он пришел с Ахметовым, Манафорт, на украинский завтрак в Давосе. В седьмом году, второй раз, когда он пришел на инаугурацию Януковича вместе с Ахметовым в десятом году. Но оба раза я был как журналист, он общался с прессой, отказался. Весь мой опыт был только визуальный контакт. Вам известно, кто из-за что убил Павла Шеремета? – Я думаю, никто не знает этого, но требование эту истину установить – одно из самых острых в нашем обществе. Потому что это был вызов, по сути дела, не просто журналистам, а всей стране, что мы можем бескарно, безнаказанно в центре города убить известного журналиста, по сути, показательную казнь осуществить, и из-за этого ничего не будет. Поэтому, если президент сказал, что для него это дело чести, то он должен это дело чести довести до конца. Мое предостережение тут только такое. Мое чувство, интуиция ничем не подкрепленная. Но мы-то знаем, что за Шереметом следили, за Аленой притвол следили, за мной следили украинские спецслужбы в тот момент. И в процессе расследования у меня есть такое ощущение, что те, кто расследование ведут, вышли на своих коллег, которые эту слежку вели. И они поняли, что эти люди совершили служебное преступление. И это заблокировало все расследование, потому что им или нужно расследовать в том числе эту деятельность, и в итоге нужно наказывать тех, кто дал указания уже при новой власти, при Авакове, при Грицаке, при Порошенко, следить за журналистами. Или тогда расследование просто, знаете, зависает в воздухе, и никаких обвиняемых, никаких подозреваемых нет. В январе 2011 года политтехнолог Вячеслав Пеховшик написал статью, в которой допустил возможность вашего убийства с целью дискредитации Януковича. Была угроза убийства? Прямым текстом это была, с его стороны, я считаю, скрытая угроза. То есть он таким образом поставил сигнал, что типа, не позволяй себе лишнего, а то тебя будет ждать судьба Гангаза. Но это нас не остановило, мы продолжали заниматься журналистским расследованием. Это как раз было начало истории про Межигорье, и тьфу-тьфу-тьфу, тут у вас в студии нету дерева. Но все хорошо, я надеюсь, что угроза убийствам, они так и останутся чем-то плодом фантазии. Но, конечно, украинская политика, она, я бы сказал так, вот сейчас, возможно, самая небезопасная по сравнению с тем, что было раньше, потому что сейчас оружие на руках, агенты различных государств свободно себя чувствуют внутри Украины, в парламент превратился, ну, какой-то боксерский клуб. То есть уже это, в принципе, если раньше даже там какие-то телохранители Фирта, что у нас было, водители Ахметова, они себя вели в рамках приличия в парламенте позапрошлого созыва. В этом, в принципе, созыве босики, которые были, еще вчера там стояли, занимались гоп-стопом, они сейчас депутаты Верховной Рады и позволяют себя вести так, будто бы у них тут новая сфера применения их талантов, понимаете. Поэтому, да, политика стала более опасной, но прямых угроз на сегодняшний день нету, хотя я знаю, что слежка ведется, правоохранительные органы ведется. Вот я про слежку. Я не сомневаюсь, что все последние годы за вами следили, вас прослушивали. Видеонаблюдение, думаю, что и дома в спальне было. Оно сейчас есть? Я не знаю про видеонаблюдение дома в спальне. Я знаю точно, что телефонные разговоры фиксируются, СМС-переписка фиксируется. Знаю просто потому, что были определенные разговоры там с другими людьми, журналистами, назовем их так, которых никто другого вообще знать не мог. А потом они в виде так называемых ТЭШек. ТЭШка – это бывший департамент ТЭ, служба безопасности Украины, а был департамент защиты государственности, его так еще называют. На самом деле это политический департамент для слежки за людьми, которые являются оппонентами власти. Вот эти ТЭШки, они готовят так называемые докладные. Готовят флешки. ТЭШки, ТЭШки. ТЭШки готовят флешки. Да, и эти ТЭШки просто попадают на стол к Порошенко, к главе администрации, к главе СБУ, к другим силовикам. И в этих ТЭШках было содержание разговоров, которых никто другой знать не мог, потому что это было просто в СМС-общении. То есть они получали несанкционированный доступ к моей СМС-переписке, к моим телефонным разговорам, и сейчас она продолжает делать. Поэтому я считаю, что, конечно же, это должностные преступления, и они будут расследованы после смены власти. Но каково это – жить, зная, что вас просвечивают? А нужно просто, знаете, ничего такого не делать, чтобы вот даже и ставить история с квартирой, которая там не стоит выеденного яйца. Но я-то целенаправленно оформил ее на себя, я же ее не прятал, я заплатил налоги все с нее, она была там, бюджет ничего не потерял с нее, он только приобрел мои платежи официальные с этого. Я сознательно на это шел, а они из этого раздули целую историю, потому что им необходимо было нас, как антикоррупционеров, дискредитировать через различные истории. И то, что я вот таким образом поступал, то есть я действовал открыто. Для меня это было природно, естественно. Мы это отстаивали, будучи журналистом, став политиками. Необходимо быть честными. Вот я это показал, и это указывает в том числе мою готовность столкнуться с тем, что за нами следят, прослеживают, прослушивают и так дальше. 12 лет вы были заместителем главного редактора интернет-издания «Украинская правда». «Украинская правда» – это грантовский проект? «Украинская правда» была грантовским проектом до поры до времени. Она возникла в 2000 году как грантовский проект, потому что после смерти Конградца были выделены гранты и американского посольства, и фонда Сороса. Но со временем, назовем это 4-5 лет, в Украине появился интернет-рынок. Потому что «Украинская правда» в самом начале это было одно из трех первых интернет-изданий. К сожалению, первое уже закрыто, а вот мы сейчас вторые, ставшие первыми по истории нашей. Интернет-рынок появился, появился интернет-реклама. И последние 10 лет этот проект, который живет за счет рекламы. Время-тремя появляются гранты, насколько я уже знаю по своей истории, и, может быть, кое-что сейчас, на какие-то адресные проекты, например, социальные или по журналистским расследованиям. Но, в принципе, это последние 10 лет проект, который не живет за гранты. Западные гранты – это хорошо? Конечно, это хорошо, если эти гранты даются для построения институтов гражданского общества, защиты демократии, а не гранты в понимании, скажем, просто подкупа. Когда ты, получая деньги, должен отрабатывать атакой каких-то политиков или, например, продвигая идеи, которые вредят украинским национальным интересам. Активисты, которые живут на гранты, должны декларировать вообще свои статки? Нет, не должны, потому что гранты – это деньги, которые не изъяты из украинского бюджета. Это не украинских налогоплательщиков деньги. Декларируют те, кто живет за счет налогоплательщиков. Вот я депутат, живу за счет налогоплательщиков частично, я декларирую свои доходы. Министр, он содержится за счет бюджета, он госслужащий, он должен это декларировать. Гражданский активист на то и активист, на то и гражданский, представитель гражданского общества, он не имеет отношения к государственным деньгам, он их не должен декларировать. И то, что сейчас сделали, это попытка обуздать, наказать, накинуть платок народу, заставить замолчать, запугать, сказать, что если вы будете дальше критиковать власть, получать гранты, мы вас заставим там все задекларировать. А ведь на самом деле ответственность коррупционера, который живет за счет госсредств, их разворовывает. И ответственность активиста, который не живет за счет госсредств, не имеет права ничего их разворовывать. Ответственность за неправдивое декларирование одинаковая. И тот и другой находятся под угрозой тюремного заключения. Но коррупционера, главное, никто не покарает, а активиста могут покарать. Я вот был депутатом Киевсовета, я не получал никаких денег от государства, я не был чиновником. Тем не менее, я заполнял декларацию. Мало того, когда я оттуда ушел, я ее продолжаю заполнять. Вы были на службе в органе местного самоуправления. Это орган местного самоуправления, городской совет. Поэтому это очевидно, что вам необходимо заполнять, поскольку вы работали в органе, который принимал управленческие решения в интересах городской громады, в данном случае, громады города Киева. То есть разница есть? Она очевидна. Коррупция сегодня в Украине тотальная. Принято обвинять власть. Я согласен с этим абсолютно. Но ведь и народ тоже весь сидит на коррупции. Я сами согласен, но в то же время готов спорить. Потому что коррупция, во-первых, это явление глобальное. И борьба с коррупцией тоже глобальное явление. Поэтому попытки Порошенко кого-то заставить замолчать, каких-то ботов натравить, Луценко на кого-то спустить, на кого-то натравить избу. Они, на самом деле, идут против законов природы и истории. Во всем мире уже идет тренд борьбы с коррупцией. Это мода XXI века. XX век глобальный, это был век борьбы с нацизмом. Сперва он пришел к власти нацизм, потом полвека с этим боролись, с наследием этим. Пытались построить институты, которые бы не позволили повториться трагедии 1939-1945 годов. XXI век – это век борьбы с коррупцией. Тут созданы уже все инструменты. Прозрачные, социальные сети, обмен информацией, денежный перевод 20 лет назад совершенно разный. Сейчас все... И вот Монафор даже будет такой новый, наверное, большой пример, когда все его деньги по всему миру расследуют, и он перестанет перед судом. Но в данном случае я не хочу на нем акцентироваться, просто я хочу сказать, что это будет громкое дело, когда все о нем будет известно. Потому что все деньги ходили так или иначе через денежные переводы, которые связаны с сетями, которые связаны с интернетом, и это все будет прослежено. Но неважно. Я говорю, что XXI век – это век, когда создана инфраструктура глобальная для борьбы с коррупцией. И это будет модой XXI века. И оно уже есть. Румыния, я говорил. Индонезия. Мало кто знает в Украине, но в Индонезии точно такая же борьба с коррупцией, о которой все говорят. Бразилия – президент уходит в отставку после импичмента. Южная Корея – после коррупционного скандала президент уходит в отставку. Руанда, в которой был геноцид 20 лет назад. Сейчас это один из прекрасных примеров. Нужно проводить реформы в Африке. Сейчас Руанда – это пример, который Украина уже должна наследовать. Поэтому я заканчиваю. Коррупция – это глобальная беда. И Украина обречена быть, в хорошем смысле слова, страной, где будут бороться с коррупцией. Потому что этот тюбик из пасты уже выжили, и назад в тюбик его не засунешь. И мы, я уверен, будем со временем точно таким же примером хорошим для наших стран-соседей. И на нас будут равняться. У нас два вопроса и две минуты. Почему в Украине никто не сидит? Уже сколько показывают? Смотрите, вот взяточники, мерзавцы, коррупционеры. Почему никого не посадят? Потому что, во-первых, недостроена эта инфраструктура борьбы с коррупцией, о которой я говорил. То есть НАБУ мы создали, а второй орган, суд антикоррупционный, не создал. И вы увидите, в ближайшие годы будет вой дикий стоять. Будут наняты армии ботов. Будут протесты против создания антикоррупционных судов. Только бы не создавать независимый судебный орган. Но его создадут? Я думаю, что неизбежно создадут. Это будет дано тяжелой кровью, но он будет создан, потому что это исторический процесс. Поэтому никто не судит, потому что не созданы суды, и потому что еще эта ментальная трансформация в политике, в этих элитах, в кавычках, она еще не до конца произошла. Есть люди, которые привыкли воровать и не сидеть. И вот пока они будут в политике, это явление, к сожалению, будет иметь место. Но как только начнутся прецеденты посадок, тот же Мартыненко, например, он чем важен? Это же не только история просто какого-то депутата. Но вот если у нас будет пример, что украинский, не Лазаренко в Америке, а украинский суд посадил украинского коррупционера. И он отсидел от звонка до звонка за то, что он получал откаты за контракты на украинские государственные электростанции, на украинские предприятия урановой промышленности. Это будет пример всем остальным. Если они побоялись поднять руку на Мартыненко, значит, не побоялись на других, значит, может быть, мне просто лучше не красить, потому что это зачем? Или не работать в этой сфере. И зачем мне потом провести полжизни в тюрьме? Последний вопрос. Я сам слышал, как Михаил Саакашвили сказал, что хотел бы вас видеть генеральным прокурором Украины. Это было в каком-то из ток-шоу сказано. Мне кажется, мы уже закон поменяли, уже можно без юридического оборудования. Вы станете генеральным прокурором когда-нибудь? Это вопрос, на который я вам ответить не могу. Я считаю, что, конечно, генеральная прокуратура должна быть реформирована. И в том числе она должна отказаться от полномочий, которых у нее не должно быть. И сейчас, например, Лусенко специально следствие концентрирует в прокуратуре. А на самом-то деле прокуратура должна следствие полностью отказаться. И со временем этот пост не будет настолько, знаете, горячим, чтобы за него шли такие бои. Потому что это будет орган надзора и представления интересов государства в суде. Последний вопрос. Ответ да или нет. Выборы президентские и парламентские внеочередные в Украине будут? На сегодняшний день, я бы сказал, президентские маловероятные, парламентские 50 на 50. Спасибо, Сергей. Спасибо вам за приглашение. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Сергеем Лещенко вы сможете прочитать на сайте Гордон. Хорошего вечера. Будьте счастливы.